Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале Квездиди и сегодня в ролике у нас Ами на Dragon Knight 14 ранга. Также в этой игре у нас играет куча именитых игроков. Это XenQ на Invoker, XXS на Doom, Low на Windrunner, XM на Templar Assassin, Setsu на Void Spirit и Fu на Grimstroke. Гранды китайские доты у нас собрались. Давайте же посмотрим на великолепную игру от китайских игроков. Игра обещает быть очень жаркой и интересной. Вернемся к Аме. На первом левеле закачал себе задувку, далее докупил себе танго, стики, топорик, гантельку, а также веточку. Далее хочет купить себе ПТ и выйти в Мэчстер. Мэчстер отличный айтем для данного героя. Он усиливает его все айтемы, а в сочетании вместе с аганимом вообще просто становится имбой какой-то для этого героя. Так, у нас здесь стоит бруда. Давайте же посмотрим на нее. Цирклетка, несколько веточек, а также танго и гримстрок. Есть гранаты, есть хилл, центр, и всякий случай. Цирклетка, а также несколько веточек. Суппортить у нас будет у нас токи. Не знаем кто это. И вот такой вот также закуп имеет у нас пятерка шаду-демон. Хороший у нас суппорт, кстати. Отличное сочетание вместе с ДК. Отгонять вражеских у нас героев и достаточно все пока хорошо. У нас у Ами. 4 на 0 он уже идет. Хорошо чувствует данного героя и хорошо добил он первую пачку. Хорошо пробивают у нас, кстати, в груду. Спрятали. Пошла атака на нее. Получится любить. Гранатка залетает и это ФБ. ФБ. Нет, выживает у нас бруда. Совсем непонятно сколько ХП. Там ХП, наверное, 2 остается у нее. Вот это да. Вот это не везение, конечно. Хотелось бы ее убить, сделать ФБ, но не получается. На линии это, мне кажется, будет просто фрифарм у нас у ДК. Оба героя ему ничего не сделают и просто-напросто будет бить и набирать свое у нас. Как можно дольше он будет здесь играть у нас. Заберет апность 6 левел, начнет у нас кушать Т1 и также будет отталкивать линию и пытаться фармить леса, потому что бруда будет заниматься примерно тем же. Поэтому хотелось бы выгнать этого героя, либо вообще оставить без ничего и без опыта. Но это будет сделать все довольно-таки сложным и проблематичным. Донес себе брейсер. Далее хочет выйти в ВПТ. 10 на 0 уже идет. Очень хорошо чувствовать данного героя и по КСУ так же все превосходно просто. По скилпоинтам идет пока 1-1-1. И скорее всего он будет максить задувку себе. Для того, чтобы с легкостью было бы фармить. Особенно против бруды и элиса так же. Воюют пока с брудой. Супортики пока отдельно воюют. Оставили коров 1 на 1. Пытается выгнать у нас с ДК бруду. Распушил он линию и забирает лотус. Лотус забирать снизу. Это обязательно, особенно на корах. Есть лотус. Хорошо. Дополнительный реген. И ставить у нас паузу. Вылетает думать, давайте же ускорим эту игру. Чтобы не ждать. Возвращаемся обратно в доту. 15 на 1 идет пока у нас с вами. Все очень хорошо у него. Дальше по фрифарму стоит линию. Донесе сейчас ПТ-шки уже. Есть стики. Ставится очередная пауза у нас. Давайте же ее еще раз ускорим. Поливает уже у нас к Синкью на инвокере. Подождем. Так, все. Есть. Отматываем. И возвращаемся в доту. Хорошо. Одея ошибается. Лишнюю птычку ударил. Либо рановато немножко. Но ошибся не добил. Приятно. Хотел бы, конечно, добивать каждого крипа. Стягивайте, кстати, у нас спорты. На мид. Забирают на четвертой минуте. Оставили они коров 1 на 1. И сами стянулись. Хотят как-то через руну воды, что ли, сыграть. Выходит у нас грим. Приатчет его. Тут у нас есть верка. Нажимает виндран. Пошла атака. Забирается в руну воды. Пошла атака по гриму. Грим у нас очень больно. Почему-то он как-то доджица. Отличный повершот. Санстрайк и минус у нас грим строк. Хороший выход от Чудоу Демона. Молодец, реализовал данное время. Возвращаемся обратно к Аме. Докупает себя ПТ-шку. И пока видим, что Бруда набирает свое. 18 на 0 уже идет. Отгоняет даже уже Аме. Аме уже становится неприятно. Снайд, пытается он как-то гнать, но особо у него это не выходит. И Бруда набирает с левелом свое. У нас, если что, Бруда это универсальный герой. Купила она себе Брестбенда и дальше веточку. Далее хочет выйти в ПТ-шку. И очень много урона и брони она имеет. Выкнуть все будет так же сложновато. Не добивает им двух. Тавер неприятно. И левел 5 у него уже так же есть. Макс задувку. Часть ПТ-шки еще себе донес, но до самой ПТ-шки еще 400 остается. Долго и много. Давайте посмотрим по нетворцам. По нетворцам мы видим даже, что Бруда опережает нас ДК. Хотя у ДК было отличное начало. Но Бруда потом камбак на этой линии. Неприятно, конечно. Начинается на спать. Пошло нападение по Бруду. Бруде. Выходит, что тут демон. Здесь же у нас грим. Чтобы так же аккуратно. Пока ровная линия. Что один не может сделать ничего, что другой. Также не может делать ничего. Можно себе уже купить ПТ-шку и наконец-таки принести себе. Шестая минута игры. Выход у нас суппортов под активку. Активку пока никого не убили. Здесь у нас есть инвокер. Есть VR-ка. И также обходит еще у нас и Shadow Demon. Нашла атака по VR-ке. Неприятный VR-ка. Туда же был за южный сен-страйк. Но пока все. Выживает к Син-Кью. Также пытался как-то сейвить. Оставляет пока VR-ку. Отличный поваршот у нас, кстати. Но и на этом буквально все. Возвращается он обратно на линию. И возвращаемся мы обратно вниз. Скоро у нас будет левел 6. И обязательно сразу же нужно жать ульту. И выдвигаться на Т1. Начинать его кушать. Амиапает 6. И сразу же жмет ульту. Отзонивая максимально бруду. Бруда у нас заходит за Т1 снизу. И начинает фармить эту всю пачку. Скоро так же апнета левел 6. И с паучками уже отогнать эту бруду будет намного сложнее. Есть уже левел 6. Я уже слышу, да. И вот теперь будут огромные проблемы. Задувка у нас пошла по бруде. Очень больные. Выгоняем ее с линии. Но прогнать будет очень сложно. Невероятно сложно. Видит у нас что ли? Ну, это все такое себе, конечно. Так, видит стаки тут снизу как раз. Можно было бы забрать. Через что имецелоту задувку так же убить. Встягиваться обратно на линию. Непонятно где у нас бегает бруда пока. Ульта заканчивается. И теперь будут проблемы, конечно. Распушил линию и теперь стоит выходить в леса, фармить леса. Замаксил он задувку. Играет по скилпоинтам на седьмом левеле 4.1.1.1. Докупил себе реген маны. Чтобы хоть как-то восстанавливать маны. Восстановить. Съедает лотус и фармить леса. Но леса сложно фармить на декар. Очень мало урона. Но с лавелом все будет проще, проще, проще. Бруда начинает пушить Т1. Есть у нас задувка 4 левела. Хорошо. Но как же много маны она хочет. Так начинает у нас фармить стаки. Неприятно. Нужно ее выгонять. Заходит у нас бруда за тавр. И тяжеловато. Тяжеловато у нас играть на декар. Далее стягивается обратно на пачку. И начинает ее просто-напросто фармить. Понимаете, что фиг с этой брудой. Лучше я буду играть максимально на свой фар. Стягивается он обратно в леса. Нужно без курьера. Я еще плевать на этот курьер. Мне все-таки хотят. Все-таки добивает. Хорошо пошла атака у нас. Умирать на шаблодема неприятно. Можно было сжать у нас стан. И через стан попробовать убить этого грима. Но не получается. Не хватило ренджа, наверное. Есть опс. Нужно разбивать. Разбиваем так же. Опс. Хорошо. И у меня так же пушится. Забираем леса. Стягиваемся на линию и фармим. Бруде мы особо не помешаем. Так что максимально нужно играть на свой фарм. 4200. Нетворс у нас имеет ПК АМИ. Лотус смотрел. Лотус у нас так же забрало бруда. Скорее всего. Да. Неприятно. Но да ладно. Обливент став себе донес. Но минус курьер. Неприятно тоже. Десятая минута игры. 4400 он имеет на линии. Хороший у него нетворс. Видит он еще тут грима. Разбивается так же опс. И нужно играть поаккуратнее. Понимает, что на тебя могут выйти. Хотя убить этого ДК будет очень сложно. У него есть куча брони. Куча восстановления здоровью. И так же совсем скоро донесет себя мачслейер. Так что. Очень плотный герой. Пошла атака. Пошел выход. Нужно сейф тп. Какой-нибудь сейф тп. Есть какая-нибудь? Нажимается так же. Ну нет. Ну это что? Это вообще такое? Его просто-напросто не убить. Его бьют. Его гранатками. Ему всем. И лоу сюда летит. Хорошо. Можно какой-нибудь оставить. Попробовать. Выход идет на грима. Ульту нажимает. И минус скорее всего у нас гримстрок. Хорошая игра. Хорошая сейф тп. И минус еще один герой. Есть у него уже мачслейер. Осталось только его купить и донести. Но через 40 секунд только это будет. Но оставим только об этом. Далее мне кажется, что можно собрать какую-нибудь манту. Либо выйти сразу же в аганим. Чтобы усилить максимально себя. Все-таки выбирает манту. Потому что есть сальницы всякие. Неприятно еще что-то соберется. И наконец-таки на 11 минуте идет выход на Т1 снизу. ДК это дело сделает достаточно быстро. Но Бруда пока не дает это все делать. И Ами у нас вырывается на первое место по Нетворсу пока. 5500 уже имеет. Хорошо. Можно зафармить лесную пачку пока. Который у тебя стакнули. И также дальше стянуться может быть на ТОВ. Вместе с ДК поработать забрать Т1 сверху. Кстати, на 10 левеле закачался правый талант. Плюс 15 к урону. Урона стал у ДК намного больше. И фармить становится намного так же проще. А Бруда начинает у нас пушить Т1. Неприятно. Нужно ее выгонять сюда обязательно. 10 левел у нас есть. И ульта заканчивается со временем. Доносит все Матч Слэйер. Хорошо. Теперь урона намного больше у нас УДК остановится. И теперь Бруде нужно быть намного аккуратнее на этой линии. Не дает ей легко фармить. Обзонивает с мелкого на большой стак. Выгоняет его еще дальше в леса. И теперь Руде придется играть намного глубже в лес Рядин. Что намного опаснее для нее самой. Распушить линию и стянуться может быть на топ какой-нибудь. Было бы так же замечательно. Бруда находит в Ирку. В Ирке такие же опасности. Кстати, какой-то необычный закуп у В Ирки. Видимо, может быть в диффузах хочет выходить сразу же. ДК начинает пушить Т1. Нажимает ульту. И пошла у нас атака на Т1 снизу. Хорошо. Очень быстро падает у нас Тавр. Претопешивает сюда Темп Ларка через Телепорт. Понимает об этом ДК. И скорее всего можно стягиваться через Телепорт тебе же также. И начинает сломать Т1 сверху. Нажимает у нас Глиф. Пытается как-то задефать. Но ДК вообще плевать. Он просто-напросто бьет по скилпоинтам. У него, кстати, 4-1-4-1. Максимально плотный герой. Даже под Тавром его очень сложно убить. И очень сложно что с ним либо сделать. Половина ульты у него есть. Минута остается. И что же будет делать у нас Ами? Бруда у нас тем самым фармит вражеские леса. И также стягивается под центр. Начинает пушить Т1 в центр. Пытается стянуть туда же всю команду. Чтобы они дефали и развязать руки своим кормом. Чтобы они фармили как можно больше. Так, выбирать все-таки фарм у нас с леса Ами. Можно с такой небольшой, кстати. Через 40 секунд у нас от кулдаунница ульта. 12-й тлоу также будет совсем так же скоро. Идет в бруду. Бруда также есть. И нужно ориентироваться с этой линии. Отдавать эту Т1. Команда не хочет дефать. Не хочет лететь. И скорее всего. Интересно. Мелстром у нас купил. Данный герой. Интересно же против кого. Но да ладно. Максимально играет также на фарм. Выходит у нас дум. Здесь же у нас есть Абадон. Есть ульта. Но скоро будет лаву 12-й. И сжать ее особо не хочется пока. У нас есть дум. Ну, всякий случай. У дума есть также есть дум. Есть вэл. И пошла атака на Т1. Сверху разменяют они, скорее всего, нижний тавр. И в принципе, кстати, можно отменять 12-й левел и выйти на Т2. Кстати, хотя бы его немножко побить. Это было бы также неплохо. Есть ульта. Нажимает ульту и выходит он на Т2. Хорошо справляется с пачкой. И начинает бить у нас тавр. И тавр будет падать достаточно быстро. Начинает его бить. Смотрит за вражкой команды, где она находится. Уже снес пол тавра. Нажимается глиф. Хорошо. И притапешивается на под к своей команде. Сейчас у нас будет файт. Находит грима. Находит войс перета. Отличный статус. Там пошел по гриму. Гриму очень больно. Полный хп его дали. Нажимает на него щит. Очень больно гриму. Нужно еще одной тачки не хватает, чтобы убивать грима. Пошла атака у нас также по абадону. Абадону очень больно. Также разворачивается. Начинает бить бруду. И вода под тавром рассыпается. И это уже минус 2. Дальше идет атака по темпуарке. Темпуарка у нас с Ами, кстати, сделал дабл фил. Очень хорошая игра от него. Пошла атака дальше. Еще по данному герою. Отличный повершот. Ами, невероятно. Плотно. Любить его очень сложно. Остается задувочка. Задувочка очень мало. Отлично. Господи ты мой. Что это просто за шекл? Минус 1. Минус 2. И в итоге минус 4 на 2 Ами совершает серию убийств. Хороший файт. Хорошая драка. И 2600 золота заработала команда Radiant. Молодцы. Блин. Вот это да. Не боялся Ами. Чувствовал своего героя. Чувствовал, что он очень плотный. Очень сильный. Убить его очень сложно. И поэтому он просто не убегал. И стоял, танчил, убивал. Стоял, танчил и убивал. Возвращается дальше на эншентов. Хотелось бы, конечно, их зафармить. Застакать. И потом просто фармить. Понимаете, что здесь есть стак. Сказал своему саппорту, чтобы ну-ка, стакни мне. А я это все стакну и потом зафармлю это все. И ему стакают. Потому что есть авторитет, конечно, китайский. Как приятно смотреть на фарм. Ой-ой-ой. Добрал тут. Сейчас доберет еще здесь. И начинает еще и здесь еще фармить. Ой-ой-ой-ой. Еще какой ему выполнен нейтральный педмет. Ой-ой-ой-ой. Как же хорошо фармить. Как же приятно фармить. Есть уже мой монтан. Нажимает монту и так же отправляется дальше фармить. Можно подождать. Можно даже, точнее, распушить у нас мид. Можно распушить топ. И дальше вернуться на эншентов здесь. И на эншентов здесь. И купить себе уже какой-нибудь аганим. Потому что аганим невероятный айтем для данного героя. Особенно в этом патче. 15 левен. Закачал себе левый талант. Плюс 400 к здоровью. Очень плотный декал нас новится. Даггер все-таки выбирает. Хочет быть инициатором в своей команде. И далее ставить себе аганим. Хорошо. 11 тысяч надворцев. Нажимает монту и оттушивает далее топ-линию. Как можно дальше ее толкает на Т2. Стягивает он об аддона. Об аддона у нас 5-й support. Я почему-то, потому что он core. Ну ладно. И далее возвращается на двойку. Забирает далее эншентов. И с легкостью фармить. Если так, кстати, можно, в принципе, поднажать. Совсем скоро уже будет даггер. И уже можно будет бегать с командой. Начинать воевать. Есть ульта. Нажимает телепорт вниз. Пошла атака у нас по думу. Дума умирает. Здесь у нас грим. Грим ошибается. Выходит он на инвокер. Но они знают, что здесь у нас ДК. Отличный повершот у нас от лоу. И минус 2 на 1 дума. Хороший файл. Хорошая драка. Видит так же пруду. Можно ее подзацепить. Есть же станы. Есть у нас шекл. Есть все. Здесь абаддон. Пошла атака по бруду. Отличный стан. Нужно ловить. Нужно оставлять. Нужно подошли делать. Нажимает у нас манта. Пошла атака по бруде. Бруде очень больно. И скорее всего бруда так же отправляется в таверну. Темпларку. Темпларку так же было бы хорошо оставлять. Санстрайк. Отличный санстрайк. Стан тоже залетает. И минус 4 игрока команды. Дарь. В размин на 1 дума. Хороший файт. 1100 золота. Заработали только за него. А это не максимально показывается. Ой-ой-ой. 5000 ведет команда Рядиант. Вот это да. И еще. 1500 они заработали. Далее у нас выйдет в Аганин. Есть уже даггер у него. И в принципе можно будет войть спирта. Пробовать убить. Отличный у нас танк. Шекл нужно давать. Отличный шекл. И скорее всего войт спирит так же отправляется в таверну. Какой курьер красивый. Вы только на это взгляните. Вау. Вау. Китайский хита. Шейхи у нас. Итак. 20 минута. Видит грейма. Пошла атака. Задувка. Нажимает ульту. Выходит он наконец-таки на т2 снизу. И начинает его бить. Есть монта. Есть все. Понимает где находится вражеская команда. Двое в центре. Один снизу. И скорее всего отдадут ему это т2. Не будут за ним файтиться. Нажимает монту. Начинает его очень сильно бить. И т2 скорее всего падает достаточно быстро. Добивает т2 и 7000 за команды ряде. Отвращается в леса. И скорее всего нужно уже. Пойнт бустер себе докупать. Стягиваться дальше на энч. Скоро будет 18 уровень. И тогда ульта у нас будет последнего уровня. И будет намного сложнее. Команде дайр. Естественно. Возвращается дальше на энч. И начинает все супер фармить. Замаксил ульту. И 2000 остается у нас до аганима. И вот с аганимом мне кажется можно идти забирать с комитера шана. И идти уже заканчивать эту игру. Пошла атака поводит спирту. И спирту очень больно. Отличная игра у нас от лоу. Кстати хочу отметить лоу. Он сыграет очень хорошо эту игру. 8-1-6 он играет. Пошла атака у нас по абадону. Абадон у нас очень больно. Хочет выявить может быть какую-нибудь ульту у нас кстати. Стан пока не давал по нему. Так стягивается у нас команда Ками. Ами говорит ребятки давайте-ка заберем у нас Т2. И ждут. Нажимает ульту. Выходит на абадона. Абадон должен терять у нас ультимативную способность. Терять его никто не бьет. Стоит он на месте. Неужели просто разворачивается. Просто разворачивается. Куда? Что ж ты разворачиваешься? Просто на фидиш. Минус абадон. Также хорошо зацепили у нас и гримстрока. И гримстрок также умирает. И пошла атака на Т2 в центре. Видит он темпларку. Заходит под хг. Никого не боится. Ничего не боится. Начинает в пальцах у нас темпларка. Понимает что она не вывозит. У нас здесь же вводит спирт. И спирт также все сплыли дает у нас в этого ДК. Но ДК какой же плотный по Т4 под тавром стоит. Просто не боится никого. И убегает. Такой же плотный герой. Как с ним воевать? Что с ним делать? На 20 левеле закачал правый талант. Плюс 150 к дальности атаки в облике дракона. Есть агоним. И через 40 секунд нажмет у нас ДК агонимную ульту. И скорее всего пойдут уже и заканчивать. 14 тысяч за командой Радиант. Есть агоним. Хорошо. Может быть Рошана все-таки. Либо пофигу на этого Рошана и пойти заканчивать. Давайте смотреть что они решат. Половина хп у нас у ДК. Но очень хорошо регенится. Решил все-таки нажать ТП. И восстановить себя как можно больше ресурсов. Далее хочет купить себе Орчид и апнуть его в Блуторн. Чтобы урона было колоссально много. УДК. Нажимает льту. Кстати агонимную. И пошла у нас атака. Забирает эншентов. Конечно мало урона. Так у нас тут активка. Может быть в каком-нибудь выпадет усиление урона. Но ничего не падает. И далее стягивается он к центру. Хочет все-таки забрать Т2 в центр. Нажимает манту. Отправляет одну на топ. И сам выходит пока на центр. Сносит он Т2. Безнаказанно кстати. Никто не будет его дефать. Нашли Абадона. Пошла у нас атака. Абадон замедление. Пытается он как-то выжить. Пытается что-то нажать. Нажимается ульта у Абадона. И скорее всего он уже здесь умирает. Ставится центрик. Пытается, пытается, пытается он выжить. Но у него этого не получается. И минус Абадон. Хорошая игра. Отами. Нашел, убил. Победил. Ульт заканчивается. Через 40 секунд можно заходить уже на ХГ. Либо вообще все равно и просто так заходить на ХГ. Но да ладно. Ты же не боишься пауков, да? Может хотят кого-то еще оставить. Может кому-нибудь Кора или еще кого-то. Непонятно. Пока. Доносит себе обливент став. Я думаю уже есть орчат кстати. Но пока еще нет. Убивают кстати снизу бруду. Отличная игра от Дума. И заходят дальше по верхней линии. Должна команда стянуться. Есть ульта. Есть монта. Есть все. Пытается найти какого-нибудь его теперь. Так он здесь находит только очередной раз Абадону. Абадону все очень плохо. До ульты его даже убивать не хватало. Одной секунды чтобы его ульта арестнулась. Но все-таки его убивают. Есть уже орчат. Нужно опасаться. Нужно очень сильно опасаться. Просто иллюзий убивает Грима. Умирает также Грим у нас. И заходит на ХГ. 20 тысяч за командой Рейдзи. И Ами начинает сносить ХГ. Добивает Тавр. И дальше у нас падают бараки. Опа. Сразу на Т4. Даже не хочет бить бараки. Даже не хочет ничего делать. Пошла атака в Абадону. Абадону есть ульта. Абадону не так сложно убить. Не так просто. Пошла атака у нас по груди. Ами просто минус один делает. Дальше у нас без атака по Темпларку. Верка заходит под фонтанчик. Бывает одного. Бывает второго. Лоу у нас делает. Давай плыли на команду. И тут еще и бойц спирит. И так же хочется убить бойц спирита. Пошла атака. Это минус 4 или будет отлогать. Посмотрим. Заходит у нас дальше под фонтан. Ами. Но это все. Это уже издевательство какое-то. Начинает бить Т4. И последний тавер у нас падает. И отличная игра от команды Экстрим Гейминг. Кстати я забыл сказать, что в этой игре у нас куча 4 игрока с этой команды. Поэтому игра очень веселая была и интересная. Вот такая вот чудесная игра. 8 на 10 у нас отыграл Ами. Очень хорошо у нас отыграл также лоу эту игру. И кстати на Shadow Diamonds был хороший суппортинг. И вот так вот ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok